Блин, я макшут написал, но видите, насколько русская душа, Россия и Китай хорошо сотрудничают, что макшут мой, он понял, что это виверные. Ну блин, ну чё ты фокусишь-то, боссы? Всем привет, друзья, с вами Вадим Двак и Хаус, снова самая популярная китайская карта на ваших экранах. Посмотрим, насколько хорошо мы сыграем в этот раз, но мне опять не выпали имба водные духи, так что боюсь, что всё будет не так хорошо, как могло бы быть. Но тем не менее, я построил этого сплошевика, отказался ради него даже от вертолёта, здесь я не видел, чтобы отправляли хермитов, так что, в принципе, наверное, второй левел я тоже постараюсь отбиться. То им же, просто построив гигантское количество виспов, я готов. Ну, вертолёт, конечно, жалко, вот этот пацан в улучшенном состоянии был бы хорош, ну точнее, вертолёт для него был бы хорош, но как есть, так есть. Надо, кстати, наверное, что-то отправить, какого-нибудь дракончика, получить денюжки. Пять монет тоже неплохо. Ну то есть будем прям сильно инкомить, смотрим, что там мои китайские... Блин, волна закончилась, поэтому... Здесь рифлы, кстати, моржи. Рифла, моржи. И есть какой-то орк. Возможно, это левел 10. Вообще, есть такой герой, но героев здесь можно строить только от определённого валуе, особенно до 10 уровня. Интересно, интересно. Левел 10. Ну, фиг пойми. Ну ладно, в любом случае, что-то там противники тупят, протекли на 15, очень долго отбивались. Вообще, ну, китайцы часто тупят, возможно, понадобится много РМК для того, чтобы записать видос. Ну, потому что, видимо, здесь нет никакого рейтинга, никаких там штрафов залива, и ты просто... О, блин, у них вон чувак с водными духами. Вот повезло чуваку. Я бы вообще вам показал настоящий. Ну вот видите, какой вейв сильный. Ну, он, конечно, даже кровом немного хп сносит, но, блин, вы учтите, что этот чувак стоит 50. То есть ты строишь 5 водных духов и имеешь возможность построить гигантское количество виспов и отбиваешься этими 5 водными духами очень долгое... при долгое время. Строю ещё одного виспа. Будем наглеть. Мне, в принципе, не привыкать. У меня будет аж 6-0, как и у синего, например. Так, а у синего у нас... Герой. Ну, кстати, ауру он никого не даёт, так что, видимо, это орк, что ли, просто улучшенный. Так здесь выглядит. Такс, а здесь Джайна с... Джайна... Чё-то я вообще запутался. Вот это герой. Герой первого левела. С ним всё понятно. Джайна. Кто такая Джайна? Что она делает? У него 35 маны. Чё-то я вообще запутался. Чё она делает? Может, новая раса какая-то? Чё делает Джайна? Нет, герой вот он. Герой только один. Вроде она ничего... А, она, он, кастует такую заморозочку. Понятно, прикольно. Хм, интересно. Ну, значит, это, видите, что-то абсолютно новое. Я уж думал, не узнаю что-то в гриме. Так, ну, моя главная цель сейчас к пятой волне улучшить вот этого пацанчика. Это стоит дорого. И к четвёртой волне что-то к нему достроить, иначе... Да, представляете, сейчас бы ко мне хермит пришёл. Но здесь реально пацаны субхермитов не строят, поэтому я вообще не парюсь и просто очень много инкомлю. 600 валуе надо для того, чтобы сделать грейд. 7-0 у меня сейчас. Ну, в принципе, нормально. Раз, два, три. Ну, и вот с этим вот сейчас с двух ударов разберёмся. И даже наши противники, протёкшие на первой волне, отбились. Так, ну, улучшений, естественно, не хватает. 380 аж стоит улучшения. То есть мне сейчас надо потратить, типа, немного денег, и при этом... Ну, вы поняли. Ну, вот это не подходит под, типа, немного денег. Вот этот подходит, конечно. Но это я, наверное, его и поставлю. Он и его собака хорошо подходят по типу атаки и армора. Вот, но, блин, я даже не знаю. Можно героя влепить. Ну, началось. Героя на атак, спид. И улучшить его. Так, ну, всё. А далее все полученные финансы, которых мне, скорее всего, кстати, блин, не хватит. Блин, я этот... Не засылал врагам. Это косяк. Это косяк. Если бы засылал, то, наверное, бы хватило. А так сейчас даже не знаю. Присланный дракончиками никакой не придёт. 5 голды не даст. Так что... Фиг пойми. Ну, кстати... Не, ну я отобьюсь, скорее всего, но... Ну, но... Не, ну я-то точно отобьюсь. Не, 380 голды хватит. Видите, всё-таки за прошлую волну по 3 голды давали. За это по 4. Так что, в общем, по деньгам будет прикольно. Хотя, вообще, мне надо к пятой волне строиться. А сейчас четвёртая, так что вообще пофиг. Ну, хотя к четвёртой тоже этот дракон будет в принципе в тему. Единственное, сразу же такой вот неприятный напряг у меня будет к десятой волне. То есть, уже построив этого дракона, ты уже такой так себе против десятой волны. Так, ну что, делаем первый грейд. Мы сильные. Я, скорее всего, всё отобью в ближайшее время. Сейчас надо будет грейдить ферму в ближайшее время, грейдить героя для того, чтобы дракон чаще атаковал. Жалко, вот, ну, не хватает вертолёта. Хотя дракон и так в принципе ваншотает всех ближайших чуваков. Конечно, очень хочется построить ещё одного такого парнишку, но тогда вероятность отбить десятую вообще будет стремиться к нулю. Можно, конечно, построить лучниц, улучшить их. Типа там дриады, в одного фукусят. А можно вообще свап сделать, аур тут, в принципе, никаких особо нету. Так что можно. Вот тут мой тролль. Ну, в принципе, у меня 7-1, но также у трёх 7-1, а вот фиолетовый что-то проседает. Ну, у фиолетового какая-то серьёзная стратегия с этими стенами, через которые крипы вроде как не ходят или ходят? Блин, он так быстро всех убивает. Ну, конечно, он 1230 в луе, блин. У нас у чела он 870, у меня 900, ну, то есть у нас троих примерно одинаково. Ну, кстати, я сейчас ещё и отдаться могу. То есть дракоша, он такой, как бы он не пытается использовать преимущество сплэша, когда будут ранены все, то куда бы он не бил, он будет убивать вот как сейчас по несколько, так что в принципе нормально. Сейчас, да, видите, он по 2, по 3 гасит каждым выстрелом, то есть, ну, в принципе, в принципе, отбиваемся. Текс, текс, текс. Ну, и сейчас я всё равно не могу ничего сделать, так что давайте сделаем так. Ну, и отправим ещё одну птичку к птичкам, чтобы им было в воздухе всем весело. Дольше всех я отбивался, грейдим героя. И непонятно, что делать. Ну, давайте одну лучницу сделаем по приколу, ну, так. Так, так. И свапнемся. 100 дерева, нету. Сотки дерева, к сожалению, у меня. 115, это стоит барышня. Ну, и сейчас, да, сейчас всё равно я должен отбиться, в принципе. Можно поэтому... 1200 надо, нет, 1200 у меня нету. Этот тоже чего-то требует, гад. Ну, не знаю, можно вот этого улучшить, например, но это, блин, не знаю, так скорее всего, так лишь. Ладно, копим дерево на свап и строим уже после свапа что-то такое сильное. Ну, то есть, против седьмого тоже я уже довольно так мощно усилен. Так, ну, есть Таурен, который тоже плох против десятой, есть Нага, ну, что-то вообще-то так, не сказать, чтобы мне прёт против десятой. Ну, то есть, хочется прям целенаправленно отбить десятую, потому что, ну, до этого скорее всего серьёзных у меня проблем не будет. Особенно, если я построю Таурена. Ну, Таурен, конечно, хорош ударом по земле, то есть, он не только хорош против шестой, седьмой, но и на десятой также он уверенно стучит. Так что, посмотрим. Здесь просто человек-стена и, кстати, всё у него не так хорошо. Геройская, кстати, защита у этих барышень. Троль пришёл. Не, ну, он отбивается. Один ноль у него. Ну, то есть, человек вот как бы прям человек-человек. Ну, кстати, что там по инкому? У меня 27, там у него ноль. Ну, 27 пока не так много, в принципе, если игра закончится, там, например, на десятой волне, то это, в принципе, не так страшно. А вот противники что-то крабосят. Но хотя бы не ливают, уже хорошо. Вон, тот чел написал что-то. Т-16, короче. Видимо, копим на шестнадцатую. Ну, в принципе, не так-то долго осталось-то с пятой. Всего 11 волн. Но даже если он имел в виду это, что вряд ли, то я его ослушаюсь с вашего позволения. Ослушаюсь. Вот так вот. строю Таурена. Строю героя. Делаю грейт на дерево. Ну, и сейчас все будет зашибись. То есть, ну, вот опять-таки, только босс. Вон, мне даже что-то писали. О, смотрите, какой длинный иероглиф с длинной полочкой. Надо даже что-то положить. Можно китайский пирожок, например. Так, грейт делается. Могу даже еще и следующий грейт сделать. прям. Ну, потому что я думаю, что я шестую, ну, шестую-то я сто процентов отобью. Седьмую-то тоже с высокой вероятностью. Ну, что? Так, ну, ферма нужна. Ферма нужна. Попадает дерево. Ну, я, наверное, сначала сделаю грейт, с вашего позволения, а потом построю ферму. Я, наверное, ничего жесткого слать на десятую не буду, потому что, ну, хотя все равно мои собраты китайцы агрессивные, наверное, там, зашлют на десятую. В прошлый раз, если вы смотрели прошлое видео, я там очень сурово нас фамил, что, наверное, повлияло позитивно, потому что, ну, у меня были более-менее неплохие грейты, я отправил космическое количество юнитов, и они, конечно, ну, и некоторые из них даже выжили, то есть, ну, настолько много спама я отправил, что даже не весь спам убили. Вот, ну, сейчас мои китайцы что-то отправят, но мне отправят виверн, который хорошо дамажит, но мне кажется, что спам, если у чуваков нету жесткого, там, какого-то АОЕ, он хорош. А если у них есть много жесткого АОЕ, то, в принципе, ну, этот чувак и так слабоват против этой волны, так что. Так, смотрю с надеждой сюда, думаю, может, что-то появилось новое, но, естественно, не появилось. Строю вот эту вот барышню, улучшаю чувачка, она так спит. Барышня пригодится облачком, пригодится армором на основного танка. Ну, и надеюсь, что десятый уровень я сейчас сделаю, что никаких доп требований не будет. Войду, войду, войду. Не, не могу. 2000 надо в ИЛУЕ, но, в принципе, я уже близок к этому значению. Есть, конечно, у меня вот эта птица, она более-менее часто атакует раз в секунду, более-менее много атакует, еще и снижает атаку, но я даже не знаю, блин, строить ее или не строить. Еще мурлок есть, возможно, этот мурлок превращается во что-то гигантское, там он у чувака уже был гигантский мурлок. Так, станчик, ничего пацаны не отправили, возможно, это засыл на восьмой. Так, ну и отправим вот этого чувака пофиг уже. Ну вот, да, чел 8 армора, попробуй, называется, пробей. И очень хорошо он всех вокруг себя собирает, то есть, эта арморка, конечно, мне серьезный плюс. Единственное, что я боюсь, что на собаку может кинуть армор. Мой самый верный зритель засыпает немного, ЛТД, не самая любимая ее карта, как и многих зрителей. Замборы прикольные, конечно. Да, китайцы развивают игру, стараются, точнее, карту. Вообще, здесь очень много людей, если вы не смотрели мои игры 2 на 2, мы с Юрием, когда играли, буквально нажали поиск игры, 2 на 2, и через секунду нашлось, причем нашлось, типа вот таких вот игроков, которые не очень сильные, у них винрейт средний 50%, ну и как раз, то есть подходящих под нас, то есть никаких-то рандомных сильных чуваков дали новичкам, а таких типа, ну а как вы понимаете, что люди, которые чаще выиграют и много играют, вероятность попасть на них больше, чем на вот чуваков, которые нам попались, у которых там по сотке игр, что для китайца, наверное, вообще там как бы типа позор мало. Так, вот следующая волна была бы для меня проблемой, если бы не дракон, но дракон у меня есть, поэтому я сейчас делаю героя до следующего уровня, остается еще целый один лимит, и можно уже свапаться, а можно делать птицу. не хочу птицу, не уважаю птицу, делаю свапки. О, капитан, капитан, капитан здесь похож на капитана в варкрафте. О, есть какая-то штука за 200, я даже не знаю, это outcast, что ли, местный или что? блин, не хватает, не хватает, не хватает, а что у меня там по грейдам? 7-3 всего, кстати, крабос надо делать, а то китайцы засмеют. Такс, восьмая волна, дракон, вот этот вот чувак с армором, который всех застанет, но правда, опять-таки, оба они будут получать дополнительный урон. О, отлично, 8 армора, вопросительный знак, опять спрашивают, что-то, но я не знаю, что они от меня хотят, я засылать на десятую не буду, ни в коем случае, я буду стараться отбить сам и отбить, если что, юнитов у союзников, хотя не факт, что у меня это получится, то есть, что у меня тут? Ой, случайно гуляет правил. У меня есть капитан, у меня есть эти вот ребятки, ну так, в принципе, сомнительно, конечно, ну алхимик, алхимик, наверное, то есть, жир в виде ауткаста возможного, хотя у него, смотрите, скорость атаки частая, это не ауткаст, если вы очень умный, можете написать в комментах, что это за юнит, или если вы китаец, только не иероглифами, пожалуйста, я прочту, ну хотя мы и так с вами узнаем, так что, возможно, вы читер, и сначала посмотрите, а потом напишите, текст, 21 чувак капюшони прошел у наших врагов, ну видите, проблема в том, что у них чел с элементалями отбивает, очень много голды получает, наверное, у него будет соблазн, у него что-то типа 7-10 час, и ему сложновато будет отбить, ну если он, блин, с элементалями против этой волны, которая прям, ну, создана против элементал, ну точнее, элементали созданы против нее, оу-оу, что это за красота такая, ну строй уже, алло, построил, молодец, текст, блин, 600, 600, пацаны, 600, ну да, 600, это неплохо, только что 600, вопрос, конечно, текст, ну давайте это 600, я не знаю, блин, давайте его продадим, и построим вот здесь, вот рядом с минус арморщиком, по крайней мере, конечно, ну хотя он типа с драконом, там рядом, они будут все одного бить, то есть, мне в любом случае надо еще капитана построить, чтобы он давал всем атаку, о, кстати, надо отправить такую фигню, чтобы не пришла на десятый от меня, вот, а то, ну, хочется все-таки подольше поиграть, так, а что это за чувак, какой-то инегменочек, просто дамажащий, довольно часто, атакующий, 0,7 у него, по-моему, ну, нормальный вроде пацан, я не знаю, че, ну, наверное, какой-то даже стандартный чувак, а может, из расы магов какой-то, может, стандартный, я просто забыл уже, ну, в смысле, что понятно, что моделька точно не стандартная, я имею ввиду, сам тип юнита, так, ну, герой 11-го левела, это неплохо, хотя я не уверен, что, а, ну, Макс, вон, Макс, либо его зовут Максим, либо это действительно 11-й уровень, больше не прогрейдить, и, кстати, смотрите, у меня 7-4, то есть, даже фиолетовый нубас меня почти догнал, но, кстати, Сироний ни разу ничего не отправлял, ну, видимо, на ферму тратился дерево, так, 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 ну, что, вот этого, давайте, знаете, этого не будем грейдить, но вы сами знаете, почему, потому что, если что, я его продать не смогу, а так, если что, я смогу построить нового, и продать его, если он мне чем-то не понравится, воу, 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 ну, типа, нормальный пацан, что ли, так, даже не знаю, баньшу, что ли, построить, сюда куда-нибудь построить баньшу, на нее кто-то отвлечется, она, по ней, мясанут они, я не знаю, да, денег на улучшение нету, к сожалению, ну, ладно, Сир, что там они, о, Синя отправляет спам, и шамана, излюбленная стратегия, в европейских комнатах, когда говорим, что, ребят, ничего не отправляем, только, 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 пожалуйста, шаманов, и вот все сразу же начинают спам отправлять, стандартная такая стратегия, ну, вот, с этим все у меня довольно плохо, довольно плохо, ну, минус один, минус два, ну, это не считает прошло, прошло сдохших, сейчас вот этого еще завалят, вот этого, давай, гаси, гаси, блин, нет, отстойный фокус, так, минуса еще один, и вот этот все-таки у меня пройдет, мы все протекли, у нас 21 протекший чувак, а теперь грейдим, ну, плохо, что фокус был отстойный, сейчас еще и проиграем, блин, в принципе, шамана давай, да не, ну, видимо, все плохо, намного живых, ну, хотя они, так, значительно меньше, чем в прошлой игре наши противники, конечно, так, давайте атаку, за грейдим, непонятно, какой у нас спелл, видимо, стан, что ли, вейвон не кидал, по крайней мере, да, стан, зашибись, о, минус босс, я надеюсь, что у нас, наш фокусер будет превосходным, еще атаку давайте, давай, давай, стан, вот этого добил, давай, чувак, виверн теперь бьет, ну, прям, вообще, красавчик, единственное, есть более раненая виверна, в минус, ему хочу сказать, что более раненую виверну лучше добить, теперь вот этого босса, здесь босса все равно бьет, а что не виверн-то, виверн, не знаю, просто виверн хп там меньше в 10 раз, а атаки, меньше, ну, явно не в 10 раз, блин, 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 все плохо, все плохо, Блин, я Мкшут написал, но видите, насколько русская душа, Россия, Китай хорошо сотрудничают, что Мкшут мой, он понял, что это Виверны. Ну блин, ну что ты фокусишь-то босса чертова, наркоман, блин, добивай Виверну. Ну все, походу, кто-то уже ливнул с видео, а мы, скорее всего, все-таки отбились. Если бы он особо, этот, если бы он Мкшутов-то бил, блин, Рошанов и Мкшутов, блин, ну что ж такое-то? Ну все, нормально, короче. Там еще раненая Виверна мне глаза мозолила. Ну типа, если бы я был китайцем, да и даже и не являясь китайцем, я бы попытался ее зафокусить. А он-то все-таки китаец. Вот это вот мне непонятно, что за аппаришен-то тут какая-то вон одна штука, вторая, один процент, что-то еще. Так, продолжаем делать грейды, 5 из 15 у меня всего, явно отстаю, надо догонять. В принципе, по полезности я все выполнил, у меня есть герой 11-го левела с критами. Атака спидом. О, интересная тема у парнишки, то есть замедляющая нага, замедляющий герой. Здесь, кстати, посмотрите, один главный чувак и куча, 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 куча этих баньшей улучшенных. И здесь вот гениальная на самом деле тема. Я не видел это ни в одном ЛТД, но вот моя самая любимая в китайском ЛТД это арена. То есть возвышение в центре и тот, кто бежит быстрее у того преимущества, а не у того, у кого тормозные медленные сзади стоящие юниты. Вот это прям вообще лайк за это, реальный лайк, огромный. Потому что тот, кто быстрее успел в центр, тот без штрафа, ну точнее без промахов бьет. И вот мы сейчас, например, отстали, из-за этого мы снизу там что-то толкаемся. Но возможно, что мы выиграем, по крайней мере, по юнитам мы опережаем их. Ну у нас, правда, там всякие не улучшенные рефлы остались. Здесь, блин, подмага, гадская. Никак не сдохнет. Тью, тью, ну так, вроде нормально. Но промахи, блин, промахи здесь еще герои. Герои 11-го левела, это очень сильно. Да, вот видите, мы зевсы здесь в минусе на арене. Ну то есть, зевсы и так, в принципе, нормальные пацаны на арене, потому что там все толпятся. А зевсы никогда не толпятся практически из-за очень высокого радиуса. То есть, я проиграл, но по сути доволен тем, что произошло. Потому что, ну так и должно быть. Тот, кто тормозит, тот в минусе. Если бы они стреляли снизу, а мы стреляли сверху, я почти уверен, что мы бы выиграли. Потому что, считайте, у нас дебаф на атаку 33%. А если мы анлакеры, то еще больше. Не нужно кланяться. Не нужно кланяться, делаем грейды. У меня уже 7-6, но это все равно мало. Сейчас будет 7-7. Это все равно мало. Можно продать лучницу. Не знаю, что у меня с персовой атакой, в принципе, не очень, поэтому... А, кстати, я минус арморчика не улучшил. Это косяк. Да, это большой косяк в 10-й волне. Ну, правда, у меня фокуса особо нет. Не, ну, правда, если бы я его улучшил, я бы, наверное, отбился. Но, правда, если бы я его улучшил, я бы не построил до этого чувака. Не, ну, это косяк все равно. Это большая ошибка. Не улучшить минус арморчика в 10-й волне, это реально серьезная большая ошибка. Так, ну что, кстати, смотрите, баньша сколько на себе собрала. Еще и выжила, самое забавное. И выхилилась за счет облачка наги. Это реально баньша-герой. Ну, здесь, понятно, изи отбиваюсь. Здесь очень силен демон. У него какой-то красный луч. То есть демон это прям вообще жопа. То есть прям очень серьезный парнишка этот демон. Да, без минус арморчика. Так бы и не построил бы того лошка, был бы минус арморчик. У него 125 там мэджик атаки. Еще и минус армор рядом. Ну, более-менее я с ним выстроил каких-то там дамагеров. Ну, то есть не космос, но пойдет, в принципе. Делаю грейды. Я думаю, что в ближайшее время мы не отдадимся. В принципе, против 14 у меня нормальные юниты, правда, в небольшом количестве. Можно еще сделать вот этих вот чуваков. А так вообще мне нужна хорошая персовая атака. Фениксы. Если они здесь есть, конечно. Пикс. Кто-то у нас втек. Синий втек. С кучей баньшей, интересно. Гарга к нему пришла, все сломала. Так, я могу еще делать грейды, не знаю, не слишком ли это. Ну, в принципе, я не знаю слова слишком, так что делаем. Да, обидно, конечно, счет арены, так бы. Ну, там хотя 150, скорее всего, дается, так что сильно много я бы с этого, ну, не получил. Даже полноценный грейд бы не сделал. Ну, лучницу бы не продал. Это не так много. Так, еще один грейд. Делаем 7-11. Инкома, конечно, маловато по отношению к синему. У него почти в два раза больше. Ну, потому что он много чего наинкомил. Ну, видите, ну, кстати, надо посмотреть, как он отбивается. Часто пишут, типа, вот, ты показываешь, как ты отбиваешься. Но я, извините, играю. То есть, я смотрю, что у меня как происходит и так далее. То есть, я, конечно, записываю видос, но я еще и играю. Если я не буду смотреть, что у меня как происходит. О, грейдит короля. Самое время послать. Тимплей. Вот. Я не знаю, просто космически много дамажащие, часто атакующие эти бабы. Но они, вроде, в классической версии так же это делают. Так, здесь что? Здесь получается, конечно, его страта не очень эффективна. Его страта в замедлении врагов и расстреливании их зевсами. То есть, все, кто медленно подходит. Но, в принципе, все равно нормально. То есть, они-то подтупливают из-за замедления. И все, в общем-то, норм. У меня здесь еще дракон фулл хп. Так что. Скорее всего, я отобьюсь. Ну, так, без особого какого-то крутого момента. Но, тем не менее, отобьюсь как минимум. Наверное, говорят, что я крабос. Ну, блин, ну что, я посылаю фигню, получаю деньги с этого. Нормально же. Типа, боятся, что мы начнем. Мне просто кажется, что если мы протечем, то на 17-е, а до 17-е еще долго. Кстати, по-моему, наш синий признавался лучшим игроком матча, здесь есть такое в статистике, 144 раза. Так что игрок немного более опытный, чем я. 144 раза, или 102, ну, 100 с чем-то, короче, раз. Это просто безумие какое-то. То есть, ну, если, в принципе, MVP, наверное, один на весь матч, то есть ты один из восьми. Ну, то есть, как минимум, надо в три раза больше матчей сыграть, даже если ты очень хорош. А это много. Да, строю тяжелоарморщиков к волне птиц. Возможно, не самое разумное решение в моей жизни, но дракона я строить все равно не очень хочу. Хотя, возможно, стоило бы. Но я уже не успею. Ладно, давайте погрейдим короля. Тимплей. Ну, они и так уже почти загрейдили. Во, все, я пытался, я пытался, пацаны, я пытался. Я-то только ради короля тут вообще сижу, но идти не получилось. Птицы что-то тут тормозят. Блин, даже не знаю. Не, ну, эти лесопильщики, конечно, клевые. Они пилят. Ну, то есть, они и против черепах будут нормально. Сейчас главное вот каких-то найти рейнжовых стрелятелей. Можно, конечно, большие вот этих вот странных построить, но даже не знаю. Наверное, нет смысла особо. Так, сейчас главное реализовывать свой инку. Можно, конечно, подкопить на 17-ю. Но я, наверное, все, я что-то никто не посылает, кроме меня. Мне уже стыдно аж стало. Все. Извините, пацаны. Ну, реально, если они настроены серьезно, то, в принципе, 17-я это та волна, на которой можно уже и закончить. Нормально. Мне главная цель была... Блин, дорого стоит свап. Главная цель была показать вам игру после 10-й волны. В принципе, я уже до этого момента дошел. И, в принципе, уже можно и нормально что-то... О-о-о, бородач какой. Так, с ренжей у меня не прибавилось, кроме вертолетика, который бафает ренжей. Ну, как минимум, когда у меня появятся ренжи, я еще буду их бафать. Третьего вертолетика здесь нету, как в некоторых версиях. Мм, интересно, что за товарищ. Он, видимо, милишник построимого по приколу. А так, вообще, я не знаю. Что-то там уж... Очень высокое сражение. Ну, так все. Хотя, возможно, он улучшается во что-то клевое. Тэкс, 14-я волна. Блин, фермы нет. Ай-яй-яй. Эх, не успел. Надо было что-то продать, но непонятно, что продать, конечно. Но вообще сейчас можно и огре... Хотя, не, с этими я вряд ли я грибу. Давайте еще грейд сделаем из Гури. Ну, с этими реально вряд ли. Баньша просто персонально на себя, чувака. Ой-ой-ой, смотрите, как он огре... Ё-моё. Это, типа, хороший тип атаки подходящий. Но у меня вот здесь вот прям этот, Бигфут, прям в центре внимания. Он всех прям встанет. Рисопильщики сзади. Не, ну я сейчас, если кто-то втечет, например, вот этот вот парнишка, у меня есть подозрение, что он втечет. Да, и это подозрение не беспочвенное. Здесь-то за счет замедления, в принципе, чувак отбивается. 7-17, а написано же 15 грейдов. Интересно. Плюс 2, кстати, ё-моё. Грейд дает плюс 2, походу, а не плюс 1. Это мощно. 13 из 15. Ну, его 17 вообще. Это он много раз был MVP, поэтому ему можно 17 раз видеть. Сейчас он так уверенно втек, но... Хотя нет, ну в принципе, это бы король бы даже отбил, даже если бы никто не отбился. Но если бы каждый так втек, не, король бы все равно отбился. Станом, наверное, отбил бы. Текс. Ну, чё тут? Смотрите, кстати, гигантское количество гигантских юнитов. Уже лечу. Даже не знаю, чё строить вот это вот, или опять свапать. У него, кстати, в улучшенном состоянии тоже есть вот эта вот штука. Ну, то тоже удар по земле есть в улучшенном состоянии, что прикольно. Ну, я не знаю, пацаны. Ну, давайте вот это построим. Вдруг он в улучшенном состоянии будет стрелять, но вряд ли. Так, купим дерево. Один и один, сто, семьсот. Ну, вроде не такой бомжара, но толку, конечно, в нем. Монетка, тридцать, шестьдесят процентов. Какая-то монетка в руку. Ё-моё, это же инком, пацаны. Так, ладно, делаем последний свап. Рынжи и фениксы. Спасибо, блин. Ну, зато хильщик есть. Хильщик это в тему. Ну, больше свап... Блин, не успела я построить хильщика. Ну, сейчас все равно слабая волна. Так, кстати, так вообще хильщик, конечно, хорошая тема. Кстати, я не проверял, можно ли пройти к союзникам. Этот тут у нас стреливает. И у него, видите, не хаос атака и не фортифай армор. То есть он вообще какой-то странный теперь. Но зато он бьет по земле. Так же, как тот чувак. Но это, в принципе, наверное, не очень полезно. Ну, так. Не средненько, мне кажется. Так, ну, наши не отправляются к 16-й. Это хорошо. Значит, будут отправлять к 17-й. Правда, там человек Бигфут. Я боюсь, что он големов просто разнесет. Но просто потому, что големы постоянно будут стоять в стане, как минимум. Это уже довольно серьезный аргумент. Так, вот эти вот у меня уже все были. Ну, есть, блин, стрелялки, тележки. Я не знаю. Ну, можно вот это вот сюда, наверное, все-таки воткнуть. И сделать целую стреляющую батарею. Ну, не зря же я... Хотя можно... Даже не знаю, что построить. В принципе. Построить вот этих вот. Или построить дзевсов. Наверное, построю пока не 20-е. Хотя дзевсы-то против 20-е тоже так себе. Не хватает пищи постоянно. Все жрут очень много. Ну, хорошо, что хильчик пошел все-таки. Че минируем? Так, улучшаем. Они как раз будут хороши против этой волны. И еще можно две штуки построить. Ну, то есть, вот здесь вот будет у меня такой уголок этих штук. А слева будет уголок зевсов. Не знаю, в чем. Так, ну че? 16-е или 17-е? Ну, видимо, 17-е. Так, ну вон они там покликали. Не, ну демоны просто сумасшедшие на самом деле. Так что... Так что, так что... Я бегемота отправлю. С разрешения наших ребят он, наверное, все так же дает ауру атаки. Ой, защиты, точнее, плюс 3. Ну, то есть волна типа моя контра, но все равно она недостаточно сильная, чтобы вот мне не хватило вот этого количества ренжей, чтобы отбиться. Хотя, если пришли демоны, они бы, конечно, меня разнесли. Шаманы? Ну, шаманы, не знаю. Ну, конечно, самое крутое отправить тут двух демонов. И, в принципе, возможно, если бы я в начале волны отправил, если бы я знал, что наши китайцы сейчас отправляют, я бы отправил в начале волны и отбился бы. Такс. Ну, раз уж 17-е, тут такая прям судная волна, я продам... А, его продать уже нельзя, смотрите, интересно. Я построю еще одного вот здесь вот слэмщика. И вот здесь еще одного устрою, с вашего позволения. Такс. И вот здесь вот улучшу. Да ее просто вы запарились с этими фермами. Что-то денег мало. Рассказывай. Даже не знаю, где улучшить. Не, наверное, здесь улучшу. Не знаю, почему. Не. Да не, ну вот это подальше от того, а то да так... Не знаю, короче. Так, 142. 142, это можно еще два рифла построить. Ужали чу. Они, конечно, нифига не помогут, но, тем не менее, два рифла. Так, что там по поводу демонов, говорите? Ой-ой-ой. Все, я отправил что-то, но последний, блин, к сожалению, не отправился. И вот сейчас ко мне пришел демон, бегемот, горгуля и два кракена. Все плохо. Да, надо было против 17-й строить ног бигфутов, не ожидая 20-й. Что-то антистакать надо, видимо. Не идут гады. У меня полотряда не пошло. Капитаны всякие, вот эта все важная тема не пошла в бой. Это косяк. Может... Ну все, теперь нажимаю чинилку, пацаны. Чинить, чинить. Я подумал, вдруг можно было свои юниты похилять. Блин, ну у меня не пошли полезные юниты. И из-за этого я адски втек. Ну и мы все адски втекли. И мы проиграли. Ну я и так, скорее всего, не отбился, потому что демон бешеный. Ну просто стан. Понимаете, фишка... Фишка станов, что их... Они синергируют. То есть, ну, два стана не в два раза круче, если они в разных местах построены. Так, а что такое? Еще можно что-то грейдить, что ли? А, кажется, можно. А что, не хе, что ли? Вроде хе. Странно. То есть, два стана, они по очереди будут делаться. И получается, что вражеские юниты будут стоять сначала от одного стана, потом от другого. Возможно, выживет первый станщик. И благодаря этому еще там, как бы, лишний раз стан кинет. Ну и в итоге вот такая вот фигня получается. А у нас, к сожалению, так вышло, что не пошли юниты, и поэтому все фигня. А, кстати, еще куча грейдов можно делать со стороны. Ну, то есть, не поперли юниты, из-за этого станы не синергировали, из-за этого быстро убили станщика, из-за этого развалили всех остальных, ну и все. Ну и вообще, я зря строил эти пушки, воздушки, надо было бигфутов массить, вон как чуваки. Чуваки вообще отбились, то есть, видите, они лучше сыграли, я вот не учел. Ну, надо вот учитывать в этой китайской версии, что здесь адски сильные демоны, просто сумасшедшие, они каким-то красным лучом еще долбают. И получается, что все плохо. Ну, мы все грейды намаксили. Вот. Ну, и, соответственно, если демон адски сильный, значит, демона можно отправлять с 16-й волны, там, или с какой-то. И, ну, 16-я волна слабая, а вот, значит, все надо, всю игру надо сосредотачивать против, там, да, все, мы проиграли, против 17-й волны. Вот так вот. То есть, если ты отбил 10-ю, играй к 17-й, копи к 17-й. И еще надо обязательно отправлять двух демонов. Я, конечно, там не копил, я чуть там понаотправлял, но это ключевой роли не сыграло. Я вот больше вреда нанес, скажем так, вреда команде, что я не построил очень много бигфутов, не строил всю игру вокруг 17-й. Понятно, что с большим количеством бигфутов у меня бы ничего не получилось против черепах, но, видите, тут игра до них не так часто, видимо, доходит, как хотелось бы. Ну, и еще, конечно, стоит отправлять двух демонов прям обязательно, потому что демоны прям очень опасные. Ну, как минимум, я не на последнем месте, это уже хорошо, хотя эти очки мало о чем говорят. Кстати, здесь же есть у нас там и голосовой чат в этом Варкрафте, и там комнаты удобные. Вообще, конечно, довольно прикольно, но особенно если ты в Азии находишься близко к Китаю, у тебя невысокий пинг, в принципе, нормально. Ладно, всем счастливо, всем пока, с вами был 1.2.кхаус.